Привет! Меня зовут Ксения Крылова, и я преподаватель курса SMM в компьютерной школе Гилель. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что такое контент-план, как писать посты и темы для этого контент-плана, как его создавать и какими программами удобнее всего пользоваться для генерации идей. Первое, что важно понимать, контент-план – это универсальный инструмент, необходимый, как мне кажется, абсолютно любому SMM-специалисту, независимо от его уровня. Потому что только контент-план помогает вылечить так называемый синдром белого листа. Синдром белого листа – это когда я хочу написать вот какой-то пост сегодня, но тема, она вот как назло все никак не придумывается. И для того, чтобы у меня не было больше никогда подобных ситуаций в жизни, я составляю план с идеями контента, прописанными наперед. Итак, из чего состоит контент-план? В первую очередь, это даты для публикации постов и темы этих постов. С темами самые интересные. Чаще всего, когда составляется контент-план, первые 10 тем, они прям вылетают, знаете, очень легко, очень быстро они пишутся, очень быстро приходят эти мысли, но с последующими мыслями, с последующими идеями все чуточку сложнее. В среднем контент-план составляется на 20 постов на месяц, соответственно. Иногда составляют контент-план на более короткий период времени, скажем, на неделю. Я рекомендую работать с месячными планами, потому что так можно более красиво вписать к себе в контент какую-то ситуативку, например. Дальше. Сам по себе контент-план работает на всех аккаунтах. Самое важное, это правильно подобрать для него темы. Но где брать эти темы? Вот все, у меня нет вообще идей, я полностью выгорела, я расстроена, я не могу придумать, откуда мне взять какие-то интересные для моих подписчиков темы для постов. Итак, первое, это, конечно, листаем новости. Я в этом плане обожаю сервис Фидли, я в нем прописана практически, и каждое мое утро начинается не с просмотра каких-то новостей на сайтах отдельных, не с кофе. Первым делом я открываю агрегатор новостей Фидли. Агрегатор новостей – это такой специальный сайт, который у себя собирает все новости по определенной тематике, выбранной мною. У меня это, например, там маркетинг, технологии, это работа с социальными сетями и различные новости из модной индустрии, потому что я работаю сейчас с этой направленностью. После того, как я пролистала новостную ленту, как я изучила заголовки, я выбираю темы, которые будут интересны моим подписчикам. Дальше делаю следующее. Я эти темы записываю в драфт контент-плана, в черновик контент-плана, и дальше пропускаю их либо через собственную призму, если это мой аккаунт, либо через призму позиционирования аккаунта, который я веду. Предположим, вышло какое-то обновление на iOS, и я, работая, например, с каким-то брендом, продвигающим телефоны, либо технологии, придумываю тему для поста, какие приложения совместимы с этим iOS, либо как делать видео, которые будут просматриваться максимально эффективно и интересно в сторис, при помощи там каких-то приложений. Следующее. Помимо фидли, не забываем про существование конкурентов. Тут важно понимать. Первый момент. Когда я говорю не забывать про существование конкурентов, я не имею в виду, что давайте мы сейчас вместе просто будем забирать какие-то интересные темы у конкурентов и писать на этот счет посты. Это не так работает. Я нахожу интересные темы конкурентов, получившие у пользователей максимальный отклик. Это делается при помощи сервиса LiveDune, либо Popsters, самые популярные посты. Дальше я читаю, о чем были эти посты, и генерирую темы окололежащие. То есть я пытаюсь найти что-то, что было бы интересно из этой тематики, но при этом не повторять полностью. Зачем это нужно? Потому что зачастую у прямых конкурентов точно такая же аудитория, как и у меня. И если у этой аудитории точно такой же, да, у аудитории моих конкурентов, какая-то тема классно зашла, соответственно, мне тоже можно попробовать. Но здесь важно понимать, что все равно придется пропустить это через свою призму. Не повторяйте в точности темы. Следующее. Помимо работы с контент-планом, я дополнительно еще составляю матрицу контента. Матрица контента – это как дополнение к контент-плану, но уже без дат, скорее с идеями. Матрица контента – это самая обычная простая таблица, в которой у меня есть распределение по рубрикам аккаунта и по аудитории. И на пересечении рубрики и аудитории я придумываю какую-то тему. Например, в моем аккаунте есть несколько типов аудитории и есть несколько вариантов тем. В первую очередь у меня одна из рубрик аккаунта – это личный бренд. У меня есть аудитория новичков, бывалых и владельцев бизнеса. Мне нужно придумать какую-то тему, которая находилась бы на пересечении личного бренда и новичков. И в моем случае я начинаю думать, искать какие-то инсайты. Я начинаю перечитывать вопросы от своих подписчиков. И придумывается тема, как работать с критикой. Новичкам это будет интересно. Бывалым уже будет не так классно читать, как работать с критикой. Скорее всего, они уже это знают. И дальше я это делаю на пересечении всех остальных рубрик и всех остальных аудиторий. Следующее. В любом контент-плане, я уверена, вы это тоже слышали 3 миллиона раз, что важно, чтобы в аккаунте сочеталось три типа контента. Пишите в комментарии, какие это типы. И я уверена, вы точно знаете, потому что это полезный контент, развлекательный контент и продающий контент. Долгое время я пыталась так вести аккаунт, я пыталась так писать посты. И знаете, очень обидно было, когда я вроде бы все делаю по инструкции, а все равно получается какая-то непонятная штука, которую даже мне читать неинтересно. То есть, понимаете, уровень. Я читаю, делаю текст, как должно быть, я читаю этот текст и его даже мне, автору этого текста, читать неинтересно. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает жизни и эмоций. В контент-плане должны быть эмоциональные качели. Посты, помимо типологии, польза, развлечения, продажа, также дополнительно делятся по валентности эмоций. Это негатив, позитив и нейтрал. Начну с негатива. Давайте сразу объясню, когда я говорю негативные тексты, негативная валентность постов, я не имею в виду, что теперь в аккаунте магазина я должна писать посты про смерть, про какую-то тяжелую болезнь, про какие-то жестокие жизненные удары. Нет. Негативная валентность постов – это когда я при помощи текста вызываю какие-то негативные эмоции, внутренние переживания у своей аудитории. Например, грусть, либо злость, либо у человека внутри что-то играет, и он вспоминает какую-то неприятную ситуацию с ним приключившуюся. Как пример, это может быть тема, что делать, когда на почте не выдают посылку, или что делать, когда я не могу оформить возврат. Это плохо, мне неприятно, я не люблю, когда мне не выдают посылки, или когда мне не оформляют возврат. Негативные темы постов вызывают большее обсуждение, большее количество комментариев, чем позитивные. Позитивные темы постов – их все любят, все думают, что пишут в позитиве. Ну, это не совсем так, но, тем не менее, позитив – это не когда я пишу про котят, мыльные пузыри, про детей, играющих в парке и так далее. Точно так же, как и негативная валентность постов, позитивная валентность постов должна вызывать у читателя какие-то положительные эмоции – радость, ностальгию, счастье и так далее. Это может передаваться при помощи определенных устойчивых выражений, либо это может передаваться самой подачей текста. Третий тип валентности – таких эмоций нет, но я про них обязана сказать, потому что третий тип валентности – это скука, нейтрал. Нейтральные посты – это те, которые максимальное количество сохраняются. Это подборки, это рейтинги, это чарты всякие, это различные обзоры. То есть, это те посты, которые не несут никакой эмоциональной окраски, но при этом вынуждают пользователей делать определенные действия. Например, там топ интересных мест, где стоит побывать в Румынии. Возможно, никто из моих подписчиков никогда в жизни не поедет в Румынию, в отличие от меня, но этот пост все равно сохраняется. Вот на уровне рефлекса мне хочется этот пост сохранить, чтобы потом перечитывать. Зачем это нужно? В первую очередь, потому что, используя разную валентность постов, я провоцирую своих читателей, своих подписчиков делать разные действия. Негативные посты больше комментируют. Хочется сказать свое мнение, хочется обсудить какую-то ситуацию, хочется рассказать о том, как я пережила это. Положительные посты, позитивные посты, их больше лайкают. Потому что позитивные посты зачастую не вызывают желания комментировать. Тут уже включаются так называемые лайки приличия. Нейтральные посты, как уже понятно, больше сохраняют. Потому что в нейтральных постах зачастую максимальное количество пользы. Там много списков, много цифр, много данных. И я эту информацию сохраняю себе с мыслью потом перечитать. Спойлер. Никто потом не перечитывает. Следующее. Для контент-плана очень важны именно темы. Это самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, когда в контент-плане указывают не темы, а направленность, наверное, постов. Ну, там пишут что-то в духе. 35 августа выйдет пост, и там тема поста. Что-то интересное. Когда у меня в контент-плане 20 тем, я, предположим, там в начале августа составила этот контент-план, тут я открываю свой контент-план, вижу, у меня конец августа, и там, значит, у меня тема. Что-то интересное. Представьте, месяц назад, когда я составляла этот контент-план, я, наверное, что-то придумала в этот момент. Наверное, мне пришла в тот момент в голову мысль, что вот тут ты вот прям зажжешь, вот тут ты прям что-то невероятное расскажешь. Но прошел месяц, я не помню, что я хотела сказать. Я не знаю, о чем сегодня я буду писать пост. И у меня даже при наявности этого контент-плана все равно включается этот самый пресловутый синдром белого листа, чистого листа. Так что сразу указываем четко понятные темы. В моем контент-плане дополнительно еще есть строчка, столбец, называющиеся примечания. Примечание необходимо, когда я вдохновилась этой темой из какой-то статьи. И я вот в это примечание вставляю ссылку на эту статью, чтобы по прошествии месяца не забыть, что я хотела написать. Последнее, но не по значимости, что нужно помнить про контент-план, он пишется не в стол, он пишется для того, чтобы его реализовывать. Когда нет контент-плана, нет системы. Я не могу запланировать контент. Я не могу спланировать свой рабочий день. Я не могу спланировать стратегию продвижения аккаунта. Соответственно, когда написан контент-план, его нужно выполнять. Нужно ему четко следовать. Я надеюсь, это видео помогло разобраться с вопросами, связанными с контентом и с контент-планом. Все ссылки и варианты контент-планов, которыми мы пользуемся, указаны под видео. Выбирайте любой понравившийся вариант и используйте во благо продвижения своего аккаунта. Всех обнимаю и до встречи в Гилель!